Вопрос обеспечения контроля за перемещением через границу специфических товаров обсудили на брифинге. Согласно закону о контроле специфических товаров, контроль за перемещением через государственную границу возложен на органы государственных доходов. Контрольный список специфических товаров утвержден приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года. К таким товарам относятся некоторые виды оборудования – станки, беспилотники, противогазы, спецодежда, обработанные специальными средствами, порошки, в том числе и сера. Это такие товары, которые могут использоваться так в мирное время, так и в военных селях. Перемещение через границу специфических товаров предусмотрено только на основании разрешительных документов, выдаваемых уполномоченным органом Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. Что касается границы со странами Евразийского экономического союза, то контроль осуществляется на основании товаросопроводительных документов. С 1 апреля 2023 года введены электронные сопроводительные накладные на товары, которые оформляются до пересечения границы посредством электронной цифровой подписи. При оформлении документа в информационной системе органов госдоходов автоматически определяется перемещение специфических товаров с уведомлением о необходимости наличия разрешительного документа. В случае отсутствия разрешительных документов в органах государственных доходов перемещение специфических товаров через границу не допускается. Справочно здесь несоблюдение законодательства на контроле специфических товаров при перемещении через госграницу предусмотрено ответственно согласно уголовному кодексу Республики Казахстан по ст. 275 и 286. Также кодекс административных правонарушений ст. 463 и 545. В последнее время участили случай незаконного перемещения специфических товаров на границе со странами Евразийского экономического союза. В 2023 году на границе Североказахстанской области со странами Евразийского экономического союза установлено 172 попытки перемещения товаров, включенных в контрольный список без лицензий и заключение об идентификации специфических товаров. В текущем году зарегистрировано 26 случаев. По указанным фактам участники внешнеэкономической деятельности направлены в Комитет промышленности и строительства для получения разрешительных документов. Валерия Сева, Шерния Асаманов, МТРК